Когда кажется, что мир сошел с ума, людям как никогда нужно искусство. Наш спектакль — это совершенно не Бродвей, это совершенно другая эстетика. Когда делаешь какой-то проект про Соломона Михоэлса или про Александра Сергеевича Пушкина, в какой-то момент, хочешь верь, хочешь нет, но начинаешь ощущать его присутствие, и он начинает тебе как-то помогать. Здравствуйте. Мы продолжаем наш эфир. Программа «Говоря обо мне», «Здоровую» с теми, кто еще не подключался к нам и не был с нами. Доброго вам утра. Я полагаю, что в такую прекрасную погоду в этот раз хочется поспать подольше. Но у нас с вами уже гость к нашему утреннему кофе. Поэтому, если вы решили сегодня оставаться дома в своих уютах и теплах, то, пожалуйста, мы вам также с нынешним гостем нашим желаем замечательных уютов, прекрасных кофе. И сейчас будем рекомендовать вам, какой же кофе пить утром. А рекомендовать мы с вами сегодня рекомендациям будем получать от, даже не знаю, многих героев с ваших телеэкранов, с, наверное, даже Netflix'ов и, может быть, даже те, кто был в Михайловском театре, тоже сейчас получит рекомендации от того самого голоса Михайловского театра. Александр Ноткин у нас сегодня в гостях в программе «Говоря обо мне». Доброе утро, Александр Ефимович. Доброе утро, Юля. Так официально ко мне обратилась в это утро. Да, да, официально обратилась. Очень приятно тебя видеть. Давно не виделись как-то здесь в студии, хотя посчастливилась на спектакле уже встретиться. Давай-ка сначала отвлечённо. Какой кофе ты пьёшь утром? Я пью Нес-Кафе, такой очень сильный, растворимый. Многие говорят, что это смерть для желудка, но как-то вот утром хочется по-быстрому всё сделать, нет времени делать что-то очень сложное, поэтому растворимый кофе Нес-Кафе с молоком, да. Я вообще не верю. Ну, подожди, у нас тут культ кофе. Рассказывают люди о турках, о джезлах, о каких-то нереальных аппаратах по приготовлению кофе. А тут можно цивилизацию целую, знаешь, познать, когда человек рассказывает, какой кофе он пьёт. А ты настолько занят и преподаванием в вузах, потому как ты преподаёшь там актёрское мастерство здесь, в Нью-Йорке. Да, и не только в Нью-Йорке, по ту сторону океана, в Гетизе ты тоже преподаёшь. У тебя невероятное количество работы, я сейчас не сглажу, я говорю спасибо, и с полным добрым пожеланием, да. И в Израиле, и в Америке по озвучке. И в театральных проектах ты принимаешь участие, об этом мы сегодня остановимся подольше, конечно же, на этой теме. Именно поэтому мы встретились, чтобы рассказать о новом проекте. Также ты делаешь кино, потому что Пушкин вот сейчас, да, тоже как-то должен выйти. То есть обо всём мы, конечно же, попытаемся рассказать сегодня нашим радиослушателям, но кофе ты меня сейчас, конечно, удивил. То есть вот та чашка кофе, которая сейчас у тебя была в руках, это вот там растворимый кофе с молоком. Да, совершенно верно. Я тебе должен сказать, немножко задержимся на теме кофе. Я служил в израильской армии, и, значит, я там познакомился с бедуином, который учил меня по-настоящему варить бедуинский или арабский кофе по-настоящему на костре с джезвой, со всеми делами. То есть, в принципе, при желании я это могу сделать, но, честно говоря, утром просто не хватает на это время, потому что это целый культ, это целая процедура и так далее. Там требуется большое усилие, и, да, нужно потратить много энергии на это. Не представляю турку на костре, в смысле джезу, да? Я не представляю, я думаю, что у меня бы не получилось удержать это такое. Скажи, куда же ты бежишь сегодня? Почему сегодня вновь растворимый кофе? Почему, ну, помимо погоды, ты не вышел и не делаешь себя в каком-нибудь роскошном, обрамленном мраморе, месте для костра, да, фаерплейс, или там у себя в камине, и не варишь кофе, как бы бедуин себя научил с длинной ручкой на джезы. Куда ты спешишь сегодня? Сегодня, потому что сегодня мы будем разводить кофе, разводить костер искусства вместе с замечательными моими коллегами и друзьями в Пушкин холле. Ну и, как ты уже сказала, у нас будет спектакль сегодня в два часа. Спектакль называется «Поющие мельницы» в постановке замечательного Геры Сандлера по произведению, по пьесе романа Фрейда. Вот, так что могу рассказать побольше об этом проекте. Да, ты обязательно расскажешь побольше. Погода, конечно, немножко нас сегодня подвела, потому как, да, зима кончается и кончается она, жахнув всем тем, что не успела за то время. Знаешь, бывает золотая осень, а сейчас, видимо, золотая зима, да? Только она серебром льда сегодня как-то так кидается. Да, да. Хорошо, как долго ты живешь в этом проекте? И мы, конечно же, покопаем побольше, уже там чуть подольше после первой рекламы. А сейчас просто обозначь «Поющие мельницы», когда ты первый раз слышал об этом проекте, как долго ты с ним уже живешь и в нем? Ну, мы живем в нем уже, наверное, больше месяца, но проект был поставлен в рекордные сроки, просто очень быстро. И, честно говоря, я так быстро никогда не выпускал спектакль. Я в нем занят как актер, потому что обычно, ну, и когда я ставил спектакли как режиссер, и когда я участвовал в спектаклях, обычно это несколько месяцев, как минимум. А тут мы очень, мы буквально в бродвейские сроки поставили этот спектакль. И он сейчас родился, можно сказать, и начинает свою самостоятельную жизнь. Но если на бродвее на гора выдают, знаешь, такое выражение, да? То есть понятно, что это бродвей-стайл, и люди готовы к такому интенсиву. И, да, конечно, там масса драматургии и глубины событий, музыки и подготовок, как технических, так и любых. Но вот здесь, на гора, с прочувствованием этого спектакля «Поющие мельницы» Соломоне Михоилсе, я не понимаю, как это можно было сделать. Ну-ка, еще, пожалуйста, это вы встречались ежедневно, вы проживали какие-то сцены. Как можно, ну, наверное, ускорить момент понимания и погружения в действительные чувства и ощущения? Я была на втором спектакле. Ну, меня тогда это настолько уже коснулось. Мы здесь все, конечно же, вновь приехавшие или давно приехавшие, которые театралы, которые действительно заядлые театралы, да, там, можно сказать, не будем трогать какие-то тонкие моменты, все равно очень аккуратно относимся к русскоязычному проявлению в этом жанре. И когда мы пришли в Пушкин Холл, площадка уже сама по себе как-то вызывает доверие, потому как давно узнаем, что там происходит, с самых первых минут спектакля сразу поняли, что это явление, сразу поняли, что это что-то другое, другое, к чему не нужно готовиться, но мы не готовы. То есть вот это восприятие, что ты попал сразу в Питерский, в Московский театр, сразу же с первых минут этой энергии и переноса исторического за секунду, я не понимаю, какими средствами это произошло, но это было просто мгновенно. И ты сразу с первых минут на сцене, и, в общем, это на тебя ложится, да, ответственность за этот перенос мгновенный зрителя. Как? Ну, во-первых, я хочу сказать, это, конечно, все благодаря замечательной режиссуре Геры Сандлера, потому что он придумал концепцию. Ну, при всем моем уважении к Бродвею, все-таки наш спектакль – это совершенно не Бродвей, это совершенно другая эстетика. Он не носит развлекательный характер, это скорее искусство, к которому мы с тобой привыкли. Ну, и наша аудитория, да, это, ну, скорее всего, такой, наверное, я бы сказал, что это русский театр, да. И просто, мне кажется, удалось создать атмосферу. Мне очень радостно, что спектакль действительно востребован, и что ходит зритель, и сейчас билетов уже не достать. И мне кажется, это благодаря замечательной команде, команде артистов. Мне кажется, впервые в жизни я работаю в команде мечты, я бы так сказал, да, в которой все друзья со всеми мы так или иначе где-то работали или пересекались. И каждый приносит свой вклад, и действительно очень, очень… Работать в этом проекте просто бальзам на душу, действительно. И мне кажется, эта атмосфера была создана благодаря всем. Каждый привнес свою лепту. И начало действительно мы появляемся с моей партнершей Ритой Меркурьевой в первой сцене, там, можно сказать, мы ложимся, это в театре называется, мы ложимся под танки, да, потому что первая сцена на нас, но все принимают в этом участие, это такой ансамбль, это ансамблевый спектакль. Ты знаешь, наверное, еще очень важно, что как раз попадая в ту атмосферу и попадая в те ощущения, переносясь в события того времени, еще больше и больше понимаешь, насколько фрактальна жизнь и насколько тот страшнейший фрагмент и та страшнейшая часть истории сейчас может перенестись и на наше время. Говорим о спектакле. О спектакле по времени, в котором жил, любил и был Соломон Михоэлс. Все, что с этим связано, все, что его окружало, мы попадаем, сразу переносимся в тот период времени. Спасибо гениальной режиссуре Геры Сандлера. Спасибо человеку Роман Фрейд, который сделал этот скрипт, сценарий написал. Спасибо всем тем, кто в этой команде собрался и творит, и живет в этом проекте уже какое-то количество времени, которое месяцем астрономическим обозначить совершенно невозможно. Это какая-то другая история. Итак, Саш, когда ты впервые услышал об этом проекте, мы поняли, что вместе ты в этом живешь. А вот кто тебя как пригласил и какое ты личное отношение свое в своей жизни имел к Соломону Михоэлсу, к его делу, помимо информации. Потому как каждый из вас, кто собрался там для этого проекта, еще два дня идет проект, сегодня и завтра, поющие мельницы в Пушкин холле. Каждый из тех, кто пришел туда, имеет свое личное отношение к этому человеку, к этой истории. Как тебя туда привело? Что? Юль, надо сказать, что я до того, как попал в этот проект, о Соломоне Михоэлсе знал ровно столько же, сколько, ну, наверное, любой обыватель знает, да, знал только, что он был, что он руководил театром Гассет, знал, что в сталинские времена он трагически погиб по приказу Сталина. Вот, собственно, и все, что я знал о нем. Когда я начал, собственно, когда я прикоснулся впервые к этому проекту, это было, наверное, я думаю, что это было год назад, Рома Фрейд прислал мне свою пьесу и сказал, что он хотел бы, чтобы я там поучаствовал. И тогда у нас была только театральная читка. Вот, в этой театральной читке я играл там другую роль, и, в принципе, там был немножко другой состав. Вот тогда я впервые познакомился с этой пьесой, вообще стал интересоваться личностью Соломона Михоэлса, что-то о нем прочитал, что-то узнал о нем. Ну, и так далее. А потом уже Рома обратился к Гере, чтобы Гера поставил этот спектакль, и уже совершенно этот спектакль приобрел какое-то другое измерение. Гера вдохнул в него уже какую-то свою режиссерскую концепцию и какую-то другую жизнь. Я хочу заметить, что с тех пор, как мы начали, ну, с момента постановки и до сих пор спектакль прошел совершенно огромный путь, и я неоднократно убеждался в этом, что даже когда сам ставил спектакль или когда играл в них, что спектакль начинает жить своей собственной жизнью. Что в какой-то момент, да, мы все его поставили, да, Гера его поставил, мы все в нем поучаствовали, мы все надули этот шарик, и теперь шарик полетел сам. И вот он уже родился и живет своей собственной жизнью. И иногда мы уже даже не знаем, в какую сторону этот спектакль пойдет. И он неожиданно совершенно стал очень актуальным. Потому что когда мы его только начинали ставить, еще никаких событий на Украине не было. и они начались буквально вот в момент выпуска, в те дни, когда мы его выпускали, и он оказался необычайно актуальным. Сегодня мы даже сами поражаемся, совершенно не было никакой мысли об этом, это было не... У нас не было никакого намерения сделать его актуальным, а тем более политическим. Это произошло само по себе. И мне кажется, именно сейчас, в эти тяжелые минуты, когда кажется, что мир сошел с ума, людям как никогда нужно искусство. Потому что зло в мире было всегда, и оно всегда будет. И бороться с ним можно только при помощи творчества, мне кажется. это единственный способ. Это то, что у нас есть, и это наша профессия, самая замечательная в мире. И мне кажется, мы делаем то, что мы должны сейчас делать. Этот спектакль действительно пришелся ко двору, пришелся сейчас вовремя. А ты знаешь, было понятно сразу, что история это непростая. Что если первая читка, как ты говоришь, или даже первый сбор труппы был в День памяти Соломона Михоэлса, хотя об этом тогда еще не знали, когда назначали время, а идет спектакль в сроке, когда по новому, по старому стилю День рождения Михоэлса, да, ты тоже понимаешь это. Что происходит с актерами, которые играют? Вот непосредственно ты знаешь бэкстейдж, знаешь закулисье. Но в данном случае я вопрос задаю не по каким-то моментам закулисья, которые интересны, да, там пикантные, а вот именно что происходит с людьми, которые живут в этом пространстве. Ты видел Аню Зицер до того, я видела ее в интервью, до спектакля, и сейчас, когда вы уже вот почти вторую неделю доигрываете, что там происходит? То есть, опять же, каждый лично, да, меняется, что там. Ты знаешь, это очень хороший вопрос, я, кстати, об этом думал недавно. Я хочу тебе сказать, что люди как-то необычайно совершенно открываются, совершенно с другой стороны, потому что мы в жизни, ну, понятно, все носим фасады и так далее. И я вдруг увидел, что у людей другие глаза, люди совершенно поменялись, они раскрылись, люди стали живыми, люди начали смеяться. Ну, не то, что они были не живыми до спектакля, но я имею в виду немножко по-другому живыми. Они стали смеяться, они стали какие-то... Я думаю, что происходит очеловечивание какое-то. И это происходит благодаря материалу, благодаря личности самого Михоэлса, благодаря замечательной атмосфере, которая у нас царит и на репетициях, и на спектакле, и за кулисами. Это благодаря, конечно, замечательному ансамблю и Герри Сандлеру, и тем людям, которые каждый привносит какой-то свой замечательный вклад, с огромным вниманием и трепетом относятся к тому, что мы делаем. И мне кажется, мы делаем великое дело. — Несомненно. Особо это понятно с... Когда это уже видишь, когда это туда уже дошел. Скажи, сколько осталось спектаклей, и есть ли съемки уже, когда можно будет посмотреть это в качестве телеспектакля? Возродили вы этот жанр, который, мне кажется, уже был утрачен со временем оттуда еще, да, из советского пространства. Или все-таки это уникальная возможность увидеть этот спектакль и почувствовать это только когда туда придешь? По-моему, там и дневные спектакли, вечерние есть оба дня, и сегодня, и завтра. — Да, значит, у нас будет два спектакля сегодня в 2 часа дня и в 7.30 вечера, это сегодня. И завтра спектакль будет, насколько я понимаю, в 2 часа дня, тоже дневной. А нет, прошу прощения, завтра спектакль будет в 7.30 вечера. То есть сегодня дневной вечерний, завтра только вечерний. По поводу видеосъемки, сегодня должна быть видеосъемка, нас будут снимать. Ну, конечно же, видеосъемка не может заменить живое присутствие в театре, но лучше посмотреть видео, чем не посмотреть спектакль вообще. По поводу телеспектакля этот жанр действительно возрождается потихоньку. — Почему ты так улыбаешься? Это твой новый проект, что ли, телеспектакль? — Не-не-не, это интересно, да, потому что действительно буквально недавно мы с моим другом сняли телеспектакль по его переводу, мы можем потом поговорить об этом немножко. И действительно, это было сделано в жанре телеспектакля, да, поэтому сейчас это, ну, во всяком случае, в моей жизни это возрождается. — Ну да, актуальный вопрос получился, ну, потому как это навеян временем. В постпандемическом пространстве это вообще как-то очень, да, развитый, потому что немногие еще вернулись, и немногие могут себе открыть внутренние психологические шлюзы, выйти в мир. Ну, хорошо там в кафе на улице посидеть, да, но чтобы в театр закрыться, и когда много народу вместе, но тем более, наверное, поразит то, что солд-аут, да, то есть наши спектакли — Да, у нас все билеты распроданы на все спектакли, но я думаю, что мы сейчас работаем над тем, чтобы продолжить показы спектакля, наверное, на другой площадке. Это будет, вот сейчас как раз мы этим занимаемся, и когда мы согласуем, я тебе дам информацию, я буду рад, если те наши радиослушатели, которые не смогли попасть, все-таки посмотрят этот спектакль, мне кажется, это того стоит, и действительно люди, ну, просто после спектакля люди к нам подходят и говорят какие-то совершенно замечательные вещи, и мне кажется, что спектакль действительно попадает в сердца. Это здорово. Несомненно. Спасибо Алексею Бурага и его театру, русскому театру драмы, да? Да, Лешка Бурага, хотел, хочу еще выразить отдельную благодарность, мы давно дружим, и я, и наш коллектив, и неоднократно, он помогал нам и предоставлял свое замечательное помещение. Вообще, этот театр, он очень намоленный, и в нем очень легко играется, потому что Леша создал там замечательную творческую атмосферу, и там есть портреты русских писателей и режиссеров, которые смотрят на нас и следят, чтобы мы все хорошо делали, и они нас поддерживают. Это наблюдают за нами, да. Мы еще не заканчиваем программу, а вернулись к той же теме, что даже когда входишь в стены театра, которому доверяешь, все равно очень, да, первые минуты ловишь с каким-то допуском, да, насколько пускать или не пускать. Когда ты увидел труппу, когда вы собрались первый раз, у тебя сразу возникло это предощущение событий, что да, это будет настоящее, или у тебя так же было, как рабочий момент, хорошо, да, сейчас мы сделаем, и мы выпустим, да, это будет хорошо, но ты понимаешь, да, я говорю об энергии событий, которые предстоят, мы же все интуитивно это воспринимаем, даже если ты уже привык, потому что я так понимаю, что когда тебя пригласили озвучивать аватара, было ли у тебя там холодок, не знаю, под ложечкой, или что там у тебя как бывает, вот что у тебя было в этот раз? Ты знаешь, у меня не было холодка под ложечкой, потому что я знал практически всех участников проекта, и еще задолго до того... Знал, что плохо быть не может, да? Что ж, да? Знал, что плохо быть не может. Да, я знал, что плохо быть не может, это все люди, которых я очень люблю, уважаю, и с которыми мне интересно, и с которыми мы дружим всегда, и с некоторыми много лет, и с некоторыми мы сделали кучу проектов, поэтому я знал, что это будет хорошо, я знал, что я прихожу в семью практически, и репетировать с первых минут уже было очень комфортно. Я вообще привередливый в этом плане, вот я как бы, наверное, уже стал привередливым, потому что не с каждым режиссером я могу репетировать, и мне только вот хороших подавай. А с Герой таких вопросов не возникает вообще, то есть мы с ним абсолютно на одной волне, абсолютно говорим на одном и том же языке, и набывали моменты, когда Гера был в моих проектах как актер, и я был его режиссером, и он абсолютно превращался в актера и доверял мне, а когда Гера репетирует со мной, то я стараюсь тоже быть актером, и то есть у нас доверие стопроцентное. Я как художнику ему очень доверяю, и действительно, ну это показывает результат. Огном привет и благодарность Герри Сандлеру. Саша, теперь давай еще разочек о спектакле. Вот мы говорили, как ты, было ли у тебя предощущение, вот мы говорили о том, как ты относишься, каким доверием и к режиссеру, и к актерам. Вот мы, опять же, коснулись того, что все лично тоже поменялись за время и подготовки к спектаклю, и к репетициям, и во время спектакля, что спектакль живет сам. Что тебя больше всего в театре, в постановке режиссерской именно Геры, или в сценарном каком-то прохождении событий Трум, Романа Фрейда, что тебя поразило, и как это воплотилось? Вот с первой читки, и как это сейчас ты видишь? Какой может быть момент один ты расскажешь тем, кто не попадет на спектакль? Или наоборот, те, у кого есть билеты там на сегодня или завтра не наслышат? Вот что тебе больше всего в этом спектакле вот там горячо, или наоборот, ты таишь, или, ну как это отзывается больше всего, не как холодный профессионал с холодной головой, а как человек, который воспринимает и действительно поражается, удивляется до глубины? Ну, первое, о чем я хочу сказать, это когда я прочитал пьесу Ромы Фрейда, что мне очень понравилось, что она абсолютно не биографична. То есть там нету, вот Соломон Михоэлс родился тогда-то, был там, то есть там рассказана история человека, многие вещи, да, нелицеприятные, не было попытки его как-то обелить или как-то идеализировать, да, а вот мы видим человека, художника со всеми своими грехами, со всеми, мы видим живого человека, и это мне очень понравилось уже вот в пьесе на этапе читки. Ну, а Гера добавил к этому еще и какого-то, ну, художественный аспект к этому прибавился, да, то есть мы видим произведение искусства теперь уже на сцене. Больше всего мне нравятся, есть какие-то моменты в спектакле, когда, знаешь, вот, вот, я слушал как-то интервью Олега Меньшикова, который рассказывал, что он снимался в утомленных солнцем у Михалкова, и его спрашивали, а как вот вы так сыграли хорошо, и Меньшиков ответил, ну, у Михалкова даже бревно бы сыграло хорошо, ну, вот, это он, конечно, шутил, но, но вот мне кажется, какие-то, в какие-то моменты спектакля, действительно, ничего не надо играть, то есть я выхожу, и как-то оно само идет, он меня, спектакль меня как-то направляет, вот, это очень сложно объяснить, но, ну, вот актеры меня поймут, есть моменты, когда ничего не надо делать, то есть ты просто чувствуешь эту атмосферу, и оно само идет, иногда слезы сами льются, ничего не при этом и не пытаешься играть, а оно просто вот, знаешь, вот как ловишь волну. Знаешь, давай еще попробуем объяснить радиослушателям, скажи, с чем бы ты мог сравнить этот спектакль? Вот у тебя в жизни, в жизни человека, так, твоей профессии, которые настолько реализованы в кино и в театре, еще будешь, конечно же, потому что, знаешь, как говорят выражения, ты на ярмарке или с ярмарки, да, то есть ты абсолютно точно еще на ярмарку и ехать тебе еще очень долго, пока ты с ярмаркой поедешься. Мы еще не доехали. Да, 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 то есть ты все равно много видел и, ну, абсолютно точно, да, много знаешь. С чем, вот как вот ты мог бы объяснить, как ты нам, тем, кто меньше знает, на что похож этот спектакль? Знаешь, наверное, самое близкое ощущение, я не хочу сказать, что это, ну, мы ничего не старались, не пытались копировать, да, ничего, но по ощущениям, я помню, что когда я пришел на спектакль Славы Полунина, сноу-шоу, это было еще в далеком каком-нибудь 2005 году, когда я учился в театральном институте в Питере, он приехал тогда в БДТ, в Большой драматический театр, я увидел впервые сноу-шоу Славы Полунина, я помню, что я окунулся вот в эту атмосферу детства, да, в эту атмосферу волшебства и сказки, вот, наверное, такое же ощущение у меня сейчас, когда я участвую в этом спектакле, но с другой стороны, это совершенно не похоже на Славу Полунину, но похоже, наверное, по... Степень погружения, степень, вот это, доверию, когда ты себя забываешь, и когда у тебя нет никаких абсолютно суждений, когда ты не можешь смотреть со стороны, когда ты находишься внутри, когда действительно ты не помнишь себя, потому что ты весь в том, что там происходит, это больше, чем мы можем себе представить, уважаемые радиослушатели. Я была на спектакле, рекомендую. Всего три спектакля осталось, это сегодняшний день, два часа дня и 7.30 вечера, и завтра 7.30, спектакль называется «Поющие мельницы». Я не думаю, что очень много в прессе есть уже каких-то отзывов, но уверяю вас, что любой человек, который туда попал, унес в сердце и в душе то, что так сейчас болит. Саша Ноткин у нас в гостях, говорим о спектакле «Поющие мельницы». «Поющие мельницы» три спектакля осталось всего лишь сегодня в два часа дня и в 7.30 вечера и завтра в 7.30. Говорю вам и понимаю, что делюсь тем, чем не хотела бы делиться, потому что мне еще нужно два билета поймать, а сейчас понимаю, что это будет уже совсем, даже если где-то и были они, то уже точно совершенно нет. Саш, ты много хорошего сказал о тех, кто рядом с тобой на сцене, о твоей команде мечты, о том, что это действительно событие, если ты доверяешь этому событию, ты человек, который варишься и в театре, и в кино, и преподаешь и в школе Листрасберга здесь в Нью-Йорке, и в других вузах театральных киношных, и по ту сторону океана в Гитязе, то есть и коннектов у тебя каких-то связей с людьми, которые находятся на самых высоких позициях, и не только по признанию людей, а и профессионалами признаны, тоже совершенно точно много. И спасибо тебе за то, что вот сейчас можно настолько тебе доверять и твоему мнению. Скажи, какие еще у тебя в жизни присутствуют проекты, пока ты работаешь над спектаклем «Поющие мельницы»? Да, прежде чем мы перейдем к моим проектам, я хочу сказать два слова, ну, по поводу «Поющих мельниц», ну, естественно, команда замечательная, все здорово играют, но люди, которые для меня открылись, ну, вот, действительно, как актеры, это я хотел бы назвать двух человек, это исполнитель главной роли Димы Коэн, который играет Соломона Михоэса, блестяще совершенно, ни на что не похоже, это не похоже на Соломона Михоэса, он как-то его открыл через какой-то глубинный, через глубину он играет его душу, я совершенно в восторге от его исполнения, и это актриса по имени Маргарита Меркурьева, это девушка, которую я не знал до этого проекта, она моя партнерша, она играет мою жену по спектаклю, и вот до этого я с ней не работал, это единственный человек, с которым я не работал до сих пор, и она тоже замечательно для меня открылась как актриса, совершенно замечательная, талантливая девушка, вот про этих двух человек, ну, естественно, вся остальная команда играет, это тоже замечательно. По поводу моих проектов, я бы хотел сказать, наверное, два слова про фильм Пушкин, фильм называется «Кто убил Пушкина», и это американский проект режиссерши по имени... Режиссерша. Режиссерша, да, это смешно звучит, женщина-режиссер. Хорошо. Ее зовут Андрея Кирш, она американский режиссер, и моя очень хорошая подруга, и она примерно лет 15 тому назад написала сценарий про Александра Сергеевича Пушкина, очень талантливый сценарий, она вынашивала этот проект многие годы, и вот буквально, наверное, года три назад мы приступили к работе над этим фильмом, и вот только-только сейчас, потому что еще была пандемия, посередине мы вынуждены были приостановить проект на какое-то время, и только сегодня, вот буквально, значит, в эти дни проект уже окончательно завершен, и его ждет сначала фестивальная судьба, а затем мировая премьера. Это фильм про Александра Сергеевича Пушкина, в нем участвуют американские, российские и европейские актеры. И я в этом фильме, помимо того, что я сыграл там две роли, я еще выступал в роли продюсера и кастинг-директора, то есть, в принципе, я нашел всех актеров. Ну, это твое поле абсолютно, потому как, конечно, у тебя среда общения, и она такая жизнь, среда жизни. И это было замечательно, потому что в этом фильме сыграли, ну, во-первых, многие мои друзья, очень талантливые актеры, очень со многими актерами, и американскими, и не только европейскими, я познакомился, и мне довелось с ними посотрудничать. И вот как интересно, да, вот когда делаешь какой-то проект, вот как, или про Соломона Михоэлс, или про Александра Сергеевича Пушкина, когда делаешь спектакль, или фильм про личность такого масштаба, в какой-то момент, хочешь верь, хочешь нет, но начинаешь ощущать его присутствие, и он начинает тебе как-то помогать, он начинает как-то двигать этот проект вперед. И точно так же было с Пушкиным, и так же с Михоэлсом. Мы ощутили, что этот корабль, мы его запустили, но дальше он взял какой-то свой собственный курс, и нам оставалось только наблюдать, и главное, не мешать этому. Вот так же было с Пушкиным. И действительно, этот фильм, он не похож на все остальные фильмы про Александра Сергеевича, которые я посмотрел, и которые мы все с вами смотрели. Это было что-то особенное. Ну, во-первых, начнем с того, что у нас была уникальная возможность найти, собственно, Пушкина, главного исполнителя, исполнителя главной роли, потому что во всех фильмах отечественных, которые мы смотрели, Пушкин. Да, Пушкин как-то был, ну, там, даже если его играли хорошие, талантливые актеры, но все это было как-то не туда. Здесь нам удалось найти, собственно, Пушкина. Фантастика. Это наша большая гордость. Он американский актер или... Он американский актер, да. Американский актер Пушкин. Нам и взгляд на близкие. Ждем, обязательно ждем премьеры, обязательно ждем от себя новостей, обязательно ждем, когда ты уже маякнешь, когда можно и где смотреть, качать, и очень надеемся, что Нельфис переведет на 42 языка, и прости, если я мало назвала, но пусть у тебя все совершенно точно получится. Ну, и еще очень рада, что мы сможем увидеть тебя сегодня два раза в спектакле «Поющие мельницы» в Пушкин-холл, который идет, и завтра еще в 7.30 есть одна еще одна надежда. Я знаю, что наши друзья из Франции тоже едут, они уже здесь, и завтра вечером они идут, поэтому удивительно, как люди собираются на это событие, и это же еще больше возможности увидеть друг друга из 30.00 опять. Это повод. Понимаешь, как это, заканчиваем хорошим тостом субботним утром, а выпьем же за то, чтобы вот такие театральные события были поводом встретиться для людей, которых разбросало по всему нашему земному шару, и пусть будет открытое небо, авиасообщение, мир, который спасет и красота, и искусство, и вот такие глубинные понимания процессов, которые мы с вами можем ощутить через спектакль «Поющие мельницы», которые вот сегодня мы с Сашей об этом говорим. Алекс Ноткин, сегодня у нас в «Говоре обо мне», в «Гостях». Ждем тебя всегда, Саша, спасибо. Спасибо, Юля. Давай. Субтитры подогнал «Симон»